Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышове, Россия, в семье потомственных кубанских казаков. Отец артиста стал истинным коммунистом, прошел войну и впоследствии работал на руководящей должности в цехе по производству ракетной техники. Имя сыну Иван Токарев дал в честь вождя пролетариата Виллин. Маленьким мальчиком Виллин любил петь казачьи песни, даже собрал небольшой ансамбль таких же, как он, мальчишек и выступал с концертами перед односельчанами. Рано Токарев-младший начал писать и стихи, которые иногда печатал в школьной газете. Переезд в Каспийск, который родители предприняли после окончания войны, открыл перед парнем новые возможности. Школьник начал брать уроки музыки у местных преподавателей. Но в 1948 году юноша увлекла мечта о заморских странах, и он устроился кочегаром на торговое судно, чтобы путешествовать по миру. В годы молодости Виллин побывал в Китае, Норвегии, Франции, а также на африканском континенте. Армейские годы Токарев провел в войсках связи, а после демобилизации поехал покорять северную столицу. Пунктом назначения стало музыкальное училище, в которое Вилли поступил на струнное отделение в класс контрабаса. Молодой человек начал писать талантливые музыкальные композиции, и его пригласили на работу в оркестр Анатолия Кролла, а позднее в симфоджаз ансамбль Жана Татляна. По национальности Вилли русский, но из-за эмоциональности и открытости, а также волос смоленого цвета Токарева часто принимали за испанца. Такая версия происхождения воспринималась артистом как шутка, хотя однажды испанская делегация, прибывшая в Советский Союз, узнала в певце соотечественника. Яркой страницей в творческой биографии исполнителя стало знакомство с Борисом Рычковым, для оркестра которого Виллин исполнял партии контрабаса. Удачей для него стало и сотрудничество с Александром Броневицей Ким и его супругой Эдитой Пьохой. Джазовые музыканты в те годы были почете у власти, и поэтому на них устраивались гонения. В связи с этим Токарев решил на некоторое время уехать из Ленинграда подальше. Для нового места жительства артист выбрал город Мурманск, где начал сольную карьеру. За несколько лет исполнителю удалось стать местной звездой, а одна из его песен «Мурманчаночка» стала негласным гимном региона на долгие годы. Не желая останавливаться, Токарев в 40 лет решил в корне изменить жизнь и эмигрировал в США. Как вспоминал позднее артист в интервью, на момент переезда в Америку у него было только 5 долларов в кармане. На первое время исполнителя согласился приютить Толстовский фонд, который возглавляла наследница Льва Николаевича Александра Львовна. А через месяц Вилли оказался предоставлен сам себе, работал курьером-уборщиком. При этом музыкант не переставал мечтать о славе, но для достижения этой цели пришлось долго и упорно трудиться. Советскому артисту предстояло многому учиться с нуля прежде всего английскому, без которого невозможно было устроиться на хорошо оплачиваемую работу. Позднее, начав свободнее общаться на новом языке, Токарев окончил медицинские курсы и попал в частную клинику в качестве медбрата, а после попробовал таксовать. В свободное от работы время артист создавал новые песни, описывая в них реалии новой жизни. На деньги, заработанные за несколько лет, 25 тысяч долларов Вилли удалось записать первый альбом, а жизнь, она всегда прекрасна. Пластинка не пользовалась большой популярностью, но музыкант не отчаивался, копил на следующий диск. Через два года вышел сборник в шумном балагане, который принес исполнителю успех среди русскоязычного населения Нью-Йорка и Майами. Колоритного, небольшого роста, 151 сантиметр при весе 65 килограммов, певца с необычным именем и выдающимися усами начали приглашать для работы в русские рестораны Садко, Приморские Одесса. В 80-е годы Вилли Токарев под собственным лейблом One Man Band записал более 20 сольных дисков. По популярности исполнитель конкурировал с такими артистами эмиграции, как Любовь Успенская и Михаил Шуфутинский. Первое выступление Токарева в России состоялось в конце 80-х не без помощи Аллы Пугачевой. Артист дал более 70 концертов в городах Союза, и везде его ждали аншлаги. Через год Виллин Иванович вновь повторил триумфальное турне. Звезду Брайтон Бич начали узнавать на родине. Возвращение Вилли виделось многим эпохальным событием, которое нашло отражение в документальном фильме «Вот я стал богатый сэр и приехал в СССР». Первыми хитами, прославившими Токарева в России, оказались песни «Рыбацкая» и «Небоскребы». Позднее на вторую музыкальную композицию артист выпустил клип. В 90-е годы певец постоянно курсировал между Москвой и Нью-Йорком. В 2005 году Вилли принял решение окончательно осесть в столице России и купил квартиру на Котельнической набережной. Рядом с домом музыкант открыл студию звукозаписи. Наиболее популярными альбомами того периода в дискографии артиста оказались Адарера, «Я вас любил» и «Шалом, Израиль». Знаменитыми совместными работами Вилли с коллегами по цеху стали песни «Деревня», которую тот исполнил с певицей Раисой Отрадной, и «Снегопады», спетая в дуэте с Михаилом Бондаревым. История жизни последнего исполнителя во многом повторила биографию Токарева. Молодого Бондарева Токарев встретил в Англии на эмигрантском концерте и убедил переехать на родину, чтобы начать профессиональную карьеру. В 2014 году состоялись масштабные празднования по поводу 80-летнего юбилея исполнителя. Вилли Токарев провел для поклонников концерты в Сан-Пауло, Лос-Анджелесе, Москве, Таллине, Ростое-на-Дону, Одессе. Везде артиста ждали полные залы благодарных слушателей. Также артист неоднократно становился победителем премии «Шансон года» в номинации «Певец последнюю» получил в 2017-м за песню «А жизнь всегда прекрасна». Помимо музыкальной карьеры Вилли не отказывался от возможности появиться на телеэкране. В новом веке с участием артистов камео вышли фильмы «Олигарх», «Следствие ведут знатоки», «Третейский судья», «Капитанские дети». В популярной картине «Дневной дозор» с Константином Хабенским в главной роли Вилли Токарев предстал в образе гостя на вечеринке. В 2017 году в программе «Разбор полета» «Эхо Москвы» певец рассказал о творческих планах и о семье. А летом 2018 года Вилли Токарев стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». С участием «Легенды шансонов» в качестве члена жюри вышел третий сезон телешоу «Три аккорда». Помимо Вилли Токарева судейские кресла заняли Александр Новиков, Александр Розенбаум, Сергей Трофимов. Токарев поучаствовал в заключительном концерте, исполнив песню из собственного репертуара. Вилли, обладая феноменальным обаянием и харизмой, всегда нравился женщинам, что отразилось на личной жизни исполнителя. Помимо официальных браков, одно время он жил в свободном плавании. Первый раз артист женился еще в Ленинграде в молодости. В семье родился сын, которого назвали Антоном. Токарев-младший пошел по стопам отца и занялся песенным творчеством в стиле шансон, помимо этого, вел авторские программы на радио и местном телевидении. Первый брак Вилли Токарева почти сразу распался, и второй раз связать себя узами гиминея артист эстрады решился только в 1990 году. Со второй женой Вилли вновь прожил недолго, несмотря на то, что у него появился сын Алекс. Певец благородно вел себя секс с супругами, оставляя тем совместно нажитое имущество. С третьей женой Юлией Бединской Вилли встретился случайно на станции метро. Завязавшееся знакомство между студенткой ВГИКа и мэтром шансона вскоре переросло в любовь, и несмотря на разницу в возрасте в 43 года, пара отправилась в ЗАГС. В браке с Джулией, как называл артист избранницу, у Токарева родились двое детей, дочка Эвелина и сын Милен. Фото счастливые семьи нередко появлялись в СМИ, Виллин Иванович скончался 4 августа 2019 года на 85 году жизни. Об этом прессе сообщил сын исполнителя Антон. По данным СМИ, незадолго до ухода певец обращался в Московский онкологический центр. 2 июля 2019 года Токарева госпитализировали. Родственники не стали раскрывать причину смерти исполнителя, хотя позднее в некоторых источниках появилась информация, что музыкант был неизлечимо болен. Могила знаменитости находится на Калитниковском кладбище.